Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Левада-центр обнародовал данные очередного исследования, которое касается демографии. И вот как выясняется, согласно этому опросу, более четверти жителей нашей страны, 27%, планируют иметь всего лишь одного ребенка. Более половины граждан репродуктивного возраста, 55%, собираются иметь двух и более детей, но между тем почти каждые десятые 9% говорят, что вообще не хотят иметь детей, хотят создавать, если семья, либо жить отдельно вообще, либо создать семью, но только в паре с супругой или супругом, то есть так называемой семьей child-free. И, понимаете, соответственно, создается вопрос, напрашивается, наши все власти, региональные, федеральные, предпринимают всяческие усилия по повышению рождаемости, говорят, что это надо, и это правда, что в такой огромной стране иметь население, как сейчас, 146 миллионов, это непозволительная, недопустимая вообще, не роскошь даже, а просто недопустимый факт. И тем не менее, вот такие вот данные. Что делать? В чем причина? Почему не получается поднять рождаемость? Только ли дело в экономике, или дело в менталитете, дело, может быть, в здоровье? Об этом мы сегодня поговорим в программе «Тема дня», а вы можете высказывать свое мнение и задавать вопросы по телефону 3190. Что вы думаете по поводу того, почему слабо растет рождаемость в России? В частности, конечно же, в Тверской области 3190. А пока хочу представить наших гостей. Это Геннадий Алексеевич Колбушкин, главврач нашего областного родильного дома. Добрый день. Это Давид Ильич Магулашвили, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Добрый день. И Юлия Чех, психолог, ну и, конечно, просто мама. Юль, добрый день. Здравствуйте. Господа, Геннадий Алексеевич, какова вообще сейчас демографическая ситуация в нашем регионе? Ну, может быть, мы бы дали сначала слово нашей единственной женщине. Я всем даю, если всем что добавить, и Давида Ильичу, он тоже может дать. Тем не менее, вы как все-таки человек, который напрямую занимается родовспоможением каждый день. Демография – это очень интересная наука лично для меня. Во-первых, это наука прикладная. Во-вторых, она имеет на самом деле стратегические задачи. Тверская, Калининская область раньше никогда не отличалась большой рождаемостью. И вы знаете прекрасно, что специально были сделаны программы, воплощались в жизнь в свое время. Ну, например, такой город Белый. До войны он имел население 13-14 тысяч, в советское время 5 тысяч. Для того, чтобы обеспечить прирост людской, для того, чтобы дать... Сергей Алексеевич, извините, у вас вынуждены прервать, у нас телефонный звонок. А, давайте. Да, слушаю вас, здравствуйте. Добрый день, меня зовут Константин. У меня даже не вопрос, у меня есть предложение к нашим органам соцзащиты, обеспечения многодетных малоимущих семей. Я, как представитель многодетной семьи, у меня трое детей, одному 16, младшему 7, нам правительство выделило земельный участок. Очень хорошо, мы так рады, мы его ждали 3 года, но мы его получили в болоте. Вот сейчас мы его никак не можем ни возделывать, ни дом построить, ничего. Но мы платим налог. Многодетная семья, да, у нас зарплата небольшая. Но мы налог платим каждый год, уже 3 года платим. И нас таких много. Вопрос тогда возникает, зачем нам размножаться, по-другому не сказать, чтобы платить налоги, а взамен ничего не получить. И наша инициативная группа миллион раз уже ходила к губернатору, президенту писали, те кому угодно. Да, ваш вопрос рассматривается. Исходили в суд на администрацию, то, что там ничего не делается. Суд отклонил, потому что не подсудно. Другой суд подали, им не подсудно. Так вопрос возникает, зачем нам воспроизведение демографии, если государство о нас не заботится. Я пошел в прошлом году, как многодетный, получить подарок на Новый год для детей. А мне сказали, а вы не являетесь малообеспечены. А у нас многодетные должны быть малообеспечены, чтобы получить от государства маленький мешочек с конфетками. Я, конечно, не беднее куплю своим детям, но хотелось бы узнать, а льготы у нас какие для многодетных семей есть? Никаких в Турском регионе льгот нет. А чтобы получить льготу на коммуналку, мы должны быть малоимущими. А зачем? Это проще не рожать. Проще не рожать. Люди так и делают, потому что себя не могут прокормить. А государство нам не помогает. В школу постоянно поборы идут у нас. То одному, то на охрану, то на туда, то на сюда. Откуда деньги дальше? Учебники выдавались в советское время бесплатно в библиотеке. Сейчас я должен купить именно такого-то автора, именно в таком-то магазине. Зачем? Вот вам вопрос. В решении всех вопросов государство не обеспечивает и не заботится. Хотя на бумагах все у нас хорошо. Спасибо вам за ваше такое честное мнение, что вы так хорошо сказали. Ну вот видите, да, мы еще затронем. Гена Алексеев, продолжайте. И так значит, спад была рождаемость у нас, начиная с последовательного времени. Потому что до войны в Калининской области больше трех миллионов проживало. Ну, понятие война это растяжимое, опять же. В 30-е годы. В 30-е годы. Но началось-то все еще гораздо раньше. Еще Первая мировая война, потом Гражданская война. И недаром говорят русский и славянский крест. Многие сегодня демографы говорят о двух витках этого креста. Когда рождаемость и смертность на определенном этапе сливаются. И вот, к сожалению, к великому, наша страна является таким местом, где действительно реально очень большое количество молодых мужей, мужчин и большое количество женщин фертильного возраста, те, которые готовы рожать, к сожалению, не довелось многим в связи с вот этими двумя войнами. А дальше 90-е годы. 92-й год, последний раз, когда рождаемость упала и стала ниже смертности. Это совсем недавно. И сегодня, если мы говорим, скажем, о моей специальности, о кушерстве и гинекологии, мы стараемся, все, что в наших силах, но наш процент участия для того, чтобы демографические показатели улучшились, он не очень большой, вернее, просто сказать, небольшой. Мы стараемся снизить количество абортов, особенно первых. И я с большей гордостью могу сказать, что в Тверской губернии мы добились этого. За последние шесть лет в два раза снизилось количество абортов и почти в три раза снизилось количество первых абортов. Именно первый аборт несет страдания для женщины в дальнейшем. Это здорово, это хорошо, но для того, чтобы это достигло своего эффекта, нужно время, время и время. И вот здесь, я думаю, что, конечно, только совместная работа медиков, социологов, демографов, экономистов, психологов, только это, возможно, нам поможет из этой ямы выбраться. Но это будет ни день, ни два, и даже, к великому сожалению, ни год, и ни два. Это долгосрочная программа. А вот вы упомянули войны, вторая мировая. Известно, что в Америке был бэби-бум. А у нас не случилось бэби-бума? Когда? Вот после окончания Великой Отечественной. Потери Америки и потери Советского Союза. Я понимаю, но бэби-бум. Несравнимые. У нас тоже было, но, к великому сожалению, смогли. Мы смогли, но мы после того, как смогли, снова пришли к 90-м годам. И снова рухнули в яму. И сегодня мы делаем все для того, чтобы из этой ямы подняться. Еще раз говорю, и после войны наше правительство, тогдашнее правительство, очень серьезно понимало эту задачу. Поэтому и тогда не было такой, скажем, целенаправленной, вот как сегодня. Но просто повышение рождаемости связывали и с хорошим достатком, и с квартирами. Мы помним хрущевские пятиэтажки. Налог на бездетность был. Налог на бездетность был. Я тоже его в свое время платил, потому что, закончив институт и женившись, мы еще не могли себе представить, что вот мы сейчас родим, и нашу специальность маленечко отодвинем. Хотелось бы стать врачом на какой-то период времени. То есть уже тогда это было? Да, конечно, я еще это застал. Но тогда, когда мы родили, естественно, это все совсем изменилось. Поэтому я думаю, что это на самом деле сложная, комплексная задача. И решить ее одним направлением невозможно. Только комплекс мер. Только комплекс мер. Со всех сторон. Со всех сторон. Скажите, у нас буквально сейчас будет реклама, поэтому быстренько скажите, какой сейчас средний возраст роженицы? Он стал гораздо выше и составляет примерно 24-25 лет. Понятно. Дорогие телезрители, мы прерываемся на рекламу. Три минуты, потом снова продолжим. Задавайте Ваши вопросы, высказывайте мнение. Мы сегодня говорим о том, почему такая низкая рождаемость в стране, несмотря на все предпринимаемые меры. Три минуты рекламы, потом продолжим. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Сегодня мы говорим о том, почему до сих пор рождаемость в нашей стране растет не так, как хотелось бы всем нам. Давид Ильич, Геннадий Алексеевич уже несколько раз подводил к экономической составляющей 90-е. Ну, почему в 90-е? Геннадий Алексеевич не озвучил, но понятно, почему почти перестали рожать. Потому что не на что воспитывать ребенка. Вы согласны, что экономика так сильно влияет на рождаемость? Дело в том, что Геннадий Алексеевич сказал гораздо больше, чем просто одно узкое направление. В его выступлении краеугольным камнем был системный подход, комплексный подход к этому вопросу. Я бы даже сказал, что для любого государства превращение населения является первой задачей. Самой первой и главнейшей задачей. Потому что именно народ — это богатство, именно народ — это сила, именно народ — это человеческий капитал, который будет лежать в основе дальнейшего развития. Тем более для нашей страны. Вот по мнению специалистов, в нашей стране сейчас должно жить примерно 400 миллионов человек. Тогда мы можем обеспечить как экономический рост, так и, соответственно, безопасность государства. Но даже союз не было такого населения. Не было такого населения. И в результате мы наблюдаем такое, знаете, месточковое развитие экономики. Мы не можем сказать, что в России, даже это в Советском Союзе не было, но там все-таки к этому шли, понимали об этой проблеме и старались эту проблему решить. Тогда это называлось таким принципом развития, планирования. Принцип административного и хозяйственного развития. То есть надо каждый регион страны приподнять экономическом плане, чтобы какой-то общий экономический показатель был по всей стране. А если этого не достигалось, то, соответственно, через перераспределение, в принципе, этот уровень так сильно в глаза не бросался. Совершенно другая ситуация сейчас. Если взять мегаполисы, там один уровень жизни. Если взять глубинка, это другой уровень жизни. Если взять даже регионы, европейская часть, это одна. Приморье, это другое. Сибирь и Ураль, это третье. И, соответственно, разница может быть стопроцентная даже. А может, в некоторых случаях и больше. Этого не должно быть. Ибо в одном государстве люди должны одинаково быть обеспечены в социальном плане. И, соответственно, люди это видят. И когда они принимают решение о создании семьи и о количестве детей, они все это учитывают. И хочу еще сказать следующее, что несмотря на то, что это мировая проблема, я об этой проблеме и говорила. Мировая? Это мировая. Это мировая проблема. И они слышали, что в Египте были проблемы с рождаемостью? Они, к сожалению, к этому еще не пришли, потому что у них другие проблемы, которых надо решать. В Индии тоже есть проблемы, но не проблемы, скажем так, именно отсутствия рождаемости, а перенасыщение населения. Это тоже проблема, это тоже демография. Большая проблема. Соответственно, они рано или поздно тоже с этим столкнутся. По-другому, но столкнутся. Что касается нас, несмотря на то, что это мировая тенденция, мировая проблема, у нас есть и свои доморощенные проблемы, которых тоже надо решать именно касательно нашей страны. Если произвести опросы, таких исследований проводится сейчас очень много, на первом месте, конечно, пока поставят наш экономический вопрос. Вот. То есть благосостояние. Но мы знаем, что есть экономическое развитие страны. Германия, Федерсия. Доход на душу населения очень высок, более 30 тысяч долларов в год. Это очень высокий доход. Вот наши соседи, это Финляндия, Швеция, Германия, как вы сказали, и многие другие страны. Но мы наблюдаем, что там обратная тенденция. Там тоже большие проблемы с рождаемостью. И пособия хорошие. И пособия хорошие. Вот. Тогда возникает вопрос. Не только в этом вопрос. Но мы, ученые, смотрим гораздо глубже, потому что мы эти вопросы изучаем. Дело в том, что мы должны различить проблемы. Я поэтому и сказал, что проблемы в России – это одно, проблемы там – это другое. Когда, если бы мы смогли повесить чуть-чуть уровень благосостояния народа, вот, допустим, мы в начале 2000-х годов это видели, что у нас благосостояние стало расти. И, соответственно, там и рождаемость была другая. Сейчас в любой школе, во всяком случае, зайдите, вы увидите. Класс А, класс Б, класс В, Г и так далее. По 5-6 классов. А 10 лет назад этого не было. Сейчас опять пошло падение рождаемости. Геннадий Алексеевич, меня поправить, если я ошибаюсь. Почему? Потому что в нашей стране пока на первом месте стоят именно экономические проблемы. Но если вдруг мы решим экономические проблемы надолго, то, соответственно, потом уже выйдут те проблемы, которые в современной Европе. Это тоже надо пройти. То есть все циклически развивается. И каждый цикл – это свой смысл. Каждый цикл – это свой смысл. И, соответственно, применительно каждому циклу мы должны разработать именно тот перечень мер, который поможет выйти из той ситуации, в которой мы в данный момент находимся. И почему я говорю еще, что это комплексный вопрос, поддерживаю Геннадия Алексеевича в этом плане, что только одна медицина, только одна экономика, только одно образование – это все не решит. Вот смотрите, давайте проследим такой пример, приведем, что начался… Причем это мы все пережили совсем недавно. Когда у нас пошло рождаемость, в этом принятии меры правительством тоже помогло. Я назову хотя бы один такой пример. Это материнский капитал, безусловно, сыграл свою определенную роль. И оказалось, что рожают дети, но нет детских садиков. Рожают дети, но нет педиатров. Рожают детей, но нет детского питания. Нет мест, где детей можно выгуливать. Нет массы других направлений. То есть смотрите, ни одна отрасль экономики – это медицина, это социальная защита, это строительство и так далее и тому подобное. Охвачены все. То, что мы называем экономикой – индикативное планирование. Давно об этом наши руководители не применяют. Невозможно только одним – на вам только деньги, вот материнский капитал, и решайте все вопросы самостоятельно. Так не бывает. И вот смотрите, с чем мы сталкиваемся. Сейчас очереди в детских садиках, правда, в последнее время стали этот вопрос решать, но это надо было предугадать. Мы должны не реактивным образом реагировать, когда событие произошло, и мы после событий реагируем, а проактивным образом. Это надо было предвидеть и заранее все это делать. И получается, что если бы мы об этом не думали, мы бы развили еще большим образом нашу строительную отрасль, пищевую промышленность, детское питание. Почему у нас, в такой огромной стране, с таким прекрасным климатом, наш юг может обеспечить всю страну запросто всем основным перечным продукцией сельского хозяйства. Но этого нет, потому что не было в свое время обращено на это внимание. А когда мы догоняем, все равно кто-то идет впереди. Всегда мы должны думать о том, что не догонять должны, а не упустить то, что было, и это еще больше развивать. Друзья Ильич, вы рассказали, что есть какие-то другие еще причины, кроме экономической. Юля, на твой взгляд, какие еще причины заставляют нашу женщину рожать либо мало, откладывать и так далее? Ты как женщина? Ну, даже не то, что как женщина, да. На самом деле, да, я согласна. Как специалист. Да, как специалист. Ну да, на личном опте и так далее. Ну, у меня не так много, я не многодетная. Тем не менее, в нашей стране, вот как уже сказали, и одного нынче подвиг родить. Все-таки что, на твой взгляд, это мотивирует современных женщин, твоих подруг и так далее, с кем ты общаешься, не заводить? Да, но, опять же, не то, что всегда нужно понимать, да, для чего люди заводят детей. Получить, не знаю, там, материнский капитал, это один момент. Это абсолютно, ну, получат они эти деньги, да, детьми надо заниматься. У нас сейчас немножко все равно изменилось время, да, традиции, воспитания детей. Женщины вышли на работу, вышли с кухни, да, пошли работать. Да, очень важно. Да, и получать образование. Ну, мы говорим, опять же, разные образования, да, разные направления, но женщины вышли. И те, кто действительно способны, да, детям, там, воспитание, образование, какие-то передать культуру, традиции, они работают. Большинство даже работают не для того, чтобы вот, я хочу работать и все. Нет, у них есть цели, карьеры. Опять же, поколение, сейчас очень понятие такой инфантильности, да, у нас вечные дети примерно до 35, ну, как в Европе, вот они, там, путешествуют, образовываются, а потом, может быть, живут для себя. Живут для себя, да. Общество потребляет. Да, они сами дети, то есть, куда им еще, там, еще заводить. Те, которые преследуют определенные цели, там, может, не знаю, там, жилищные условия, получить, опять же, тот же капитал, плюс, не дай бог, это уже вообще страшно удержать кого-то, то, что дети тоже рождаются, да, чтобы удержать семью, не знаю. Мужа, в смысле? Мужа, да, бывает, и женщин удерживают. Мне кажется, сейчас вот, да, уж проблема уходит на рации. Мы же говорим про разные слои населения. Кто-то смотрит Дом-2, кто-то смотрит телеканал Культура. И вот это все в кучу, я считаю, неправильно, да, это не борщ получится, непонятно что. А вот когда все, плохо развита психологическая поддержка. Никто не отменял послеродовую депрессию. И когда женщина рожает одного и остается одна вот с этим всем. Почему одна-то? А муж? Муж на работе, он должен обеспечивать. И, в принципе, у нас мужчина, я не знаю, это редко кто деприт на отпуск. Иногда даже мужчины не понимают проблему женщины. Это вопрос еще образования и воспитания. Они думают, что, а, женщина должна, природа определенная, что она должна рожать. А то, что там происходит, психологическая поддержка нет. Нет. А муж работает, он приходит, ну, хорошо понянчится. Все, и второго, и третьего, это не дай бог. Да не пойду. Геннадий Алексеевич, а вы согласны с этим? Да, конечно, согласен, я хотел добавить. Вот раньше мы назывались роддом номер один, а сегодня мы областной родильный дом. И у нас большое количество молодых женщин, которые приехали из наших областных центров, да и из деревень в том числе. И несмотря на то, что мы сегодня выписываем достаточно рано, зная, что она приедет в небольшой городок, где проблемы с докторами, где проблемы с медсестрами, где проблемы научить даже кормить, мы специально с ее согласия, по ее просьбе задерживаем на пару дней этих родильниц у нас. Мы их учим, чтобы она смогла, приехав туда и оставшись, действительно, муж поехал куда-то дальнобойщиком или еще кем-то, чтобы она знала, как с этим ребенком себя вести. Сегодня, к великому сожалению, мы должны констатировать, что и уровень нашей социальной помощи, поддержки в нашей Тверской губернии, он разный. Один уровень в Твери, другой уровень в Лесном. И мы это должны учитывать. Но все-таки, вот мне вот эта идея, что, на мой взгляд, на мой взгляд, дело в обществе потребления, на мой взгляд, все-таки это первичная проблема, потому что, ну мы знаем, что, допустим, вот в советские времена как раз, я считаю, что мужчины как-то были более заботились о женщине и так далее, они тогда тем более считали, что я работаю, а ты в декрете, и все на тебе, уборка, воспитание и так далее. Да, просто, вот, то есть, оно и раньше к женщине было отношение потребительское, а если бы врачу более глубоко верно, тем более, когда женщину и били, и вообще это всегда все было, вообще все на женщине. Женщина сейчас бьет, давайте мы не будем, тема домашнего насилия, но тем не менее, то есть, давайте вспомним Аркадия Райкина с его знаменитым, если бы женщина чуть побольше бы имела время заниматься ребенком, папа чуть побольше бы зарабатывал, не надо было бы просить соседа понаблюдать, достать из лужи, посадить на велосипед, это одна сторона медали, но тогда было и общество другое, и тогда сосед мог посадить на велосипед и прочее, и прочее, и прочее. Сегодня немножко другое время. Как минимум, не боялись во дворах выпускать детей? Конечно. Я сейчас тоже отпускаю. Я уже не раз говорю, я живу в самом обычном панельном дворе, вообще южный, старый южный, какой не новый элитный дом, я наблюдаю просто, тем более отец, я наблюдаю это вот у меня как функция, в том числе за ситуацией, но поверьте, у нас во дворе бегают не 16 лет, не только пацаны, 9, 8, они относятся к девчонке, они причем как раньше с палкой, не с гаджетом бегут, а с гаджетом вообще. У вас хороший двор. Нет, обычный, нет, нет, у меня не элитный двор, обычный, приобычный двор. Дело не в элитности, дело не в лужиных дыргах. Жильцы обычные, у нас никакого, нет, нет, не было у нас спецзаселения, только хороших воспитанных родителей, обычно, клянусь вам, честное слово. Вот как раз это ваш капитал. Обычно двор на сотни, квартиры, никакой это не маленький дом, где все друг друга знают, честное слово. Я вот этого всего не вижу, когда детей не выпускают и так далее, честно, правда? Ну, я работаю в микрорайоне Южный уже много лет, с 86-го года, и я знаю проблемы не только такие благостные, но и, к сожалению, плохие. Да и все, конечно, в жизни. Поэтому давайте вот уж по-настоящему говорить, что сегодня реально многие родители побаиваются оставлять своих детей. Я слышал, это естественно. Но еще раз говорю, я то, что вижу лично, лично я вижу. Нет, подождите, есть такой взгляд. Вот выпускают детей, чтобы отдохнуть, потому что уже все, вот пусть он бегает, в принципе, растет, как тринтрова. Потом это здравствует детский психолог, да? Да нет, ну нет, я не соглашусь. Или выпускают, чтобы действительно наблюдая, да, посмотреть, как социализируются. Это не 4-5-летние дети, я говорю еще раз, это дети школьного возраста, они, естественно, бегают днем, потому что папа-мама на работе, а школьник хочет побегать. Мы возвращаемся к другой проблеме, что кружки секции у нас отсутствуют. Или это стоит денег, потому что некуда ребенка отправить. Потом начинается 14-13 лет, приводят на прием, говорят, а что с ним делать? Не хочет учиться, ничего, потому что. И тут уже занимаешься не ребенком, а родителями, все. Как бы тут ничего не сделать, потому что ребенок всю жизнь бегал во дворе. Вот он какой-то определенный сознательный возраст. Ну, хорошо, то есть все... Извините, пожалуйста, я тоже хочу здесь добавить, потому что общество советское и общество нынешнее российское, это две большие разницы. Я не хочу говорить, что где лучше, где хуже. Это уже вопрос диалектики, мы не можем вернуться туда, но анализ надо делать. Дело в том, что советская система, это была комплексная система во всем. И в образовании, и в уходе за детьми в том числе. Смотрите, сколько было общественных организаций, которые занимались детьми. Здесь было сказано совершенно правильно. Во-первых, различные кружки. Потом, патронажная система была совсем другая. Потом, ну, надо сбрасывать, я никакую идеологию сюда не вмешиваю, но это факт, который играл как раз на детей положительным образом. Это пионерия. Это комсомол. То есть ребенок не был брошен. И, соответственно, в эту огромную систему и родители тоже втягивались. И это была действительно целостная система. А потом, в один прекрасный или непрекрасный день, все это рухнуло. И мы сейчас только стараемся некие элементы восстанавливать этого. Систему мы пока не восстановили. Систему не восстанавливали, потому что с периодичностью каждые 10 лет мы все, что было, отбрасываем и начинаем что-то новое. Тогда как весь мир кирпич за кирпичом, столетиями, тысячелетиями это строит и идет в одно направление. А мы так зигзагообразно идем. Иногда даже назад возвращаемся. И, соответственно, потом сидим и думаем, какое бы чудо произошло, чтобы мы оказались среди передовых стран. Но этого не бывает. Это титанический целенаправленный труд в одном направлении. И, конечно же, современный ребенок не защищен. Конечно, у современного ребенка много соблазнов. И, соответственно, темная сторона дела тоже старается захватить молодежь, захватить неокрепшие души. И, соответственно, соблазнов много, и они могут сойти с правильного пути. Это сейчас больше. Это сейчас больше. И, кстати говоря, я не хотел бы оставить без ответа звонок замечательного человека, который... Он, скорее, был крик души. Да, крик души. Конечно, мы здесь, уважаемый телезритель, мы не представители власти. Мы как раз представители тех учреждений, которые сталкиваются уже с этой проблемой. Мы решения не принимаем. Но, конечно же, это безобразие. Конечно же, безобразие. И вроде намерение было благое. Оно и есть благое. Да, и звучит. Но когда начинаем разбираться, это наказание. И самое главное, это обман. Вот народ почему у нас не верит? Потому что он обманут. Много раз обманут. И вот, пожалуйста, то же самое. Хотя идея была замечательная. Она и есть замечательная. Она и есть замечательная. Просто эти члены... Ну, почему так получается? Ну, Довит Ильич, я более чем убежден. Но они потому что хорошие земли отдадут под элитные коттеджные просу. А это уже вопрос другого плана. Это из-за этого... Они не то, что такие прям враги, ненавидят этого Константина. Просто зачем подадут инвестор, которому отдадут, а Константину болото? Да, и этот молодой человек, который наверняка большинство, да, вот среди таких, у него крик души был. Меня что, зачем я рожаю детей, чтобы я налоги платил? А почему обо мне государство не думает? Вот и государство должно любого уровня, это и районная власть, и городская, и выше, и выше, должны задуматься. А народу-то хорошо? Да все они знают. Они все прекрасно знают. Но все-таки я опять сворачиваю на тему... Ну, Давид Ильич, вот вы сказали, мы вот все время 10 лет заново каждый раз, а вот другие страны, подразумеваем, западные, кирпичик. Но при этом вы же сами сказали, что в других странах, несмотря на все, у них не было 90 и так далее, ну не рожают в Финляндии. Почему? Заплаты хорошие. На улице чисто, безопасно. Хотя, я тоже еще говорю по-разному, мигрантов стало много. Даже в маленьких городках мне непосредственно люди живущие там рассказывали. Но, тем не менее, ну и почему не рожают? Все хорошо. Я, безусловно, могу сослаться на мнение моих коллег-экспертов в области экономики, и, соответственно, добавить, значит, свое. Я постараюсь очень кратко это сделать. Как было уже сказано, сейчас эти страны вошли почти, можно сказать, в пик своего развития. Они наслаждаются, с моей точки зрения, как раз благосостоянием, которое они накопили. Общество потребления. И в этом благосостояние. Да, это называется общество потребления. Совершенно правильно. И здесь каждый человек себя считает личностью. Это правильно. Это замечательно. И здесь мы об этом тоже сегодня говорили, что и мужчина, и женщина считают себя равноправными. И это тоже правильно. Правильно. Это тоже правильно. Но каким-то образом мы все-таки, каждое общество должно для себя ответить на вопрос. Все-таки роль воспитания детей, кому больше, как бы, кто лучше это сделает, мужчина или женщина. И, соответственно, домашний труд тоже надо приравнять к труду. Однозначно. Безусловно. И здесь должно выплачиваться все, что положено другим работникам, которые ходят на завод и на фабрику. Потом здесь еще такой момент, что из-за того, чтобы хорошая медицина, хорошая диагностика, продолжительность жизни в этих странах очень большая. И, соответственно, получается, что если раньше человек начал работать 20 лет, а, допустим, 75, этот человек уже был пенсионером, или уже сейчас они живут до 90, до 80 лет. Это же нагрузка тоже на экономику. Соответственно, каждый человек знает, что он должен, он способен до 70 лет, до 75 лет работать активным образом. Соответственно, и это в ущерб чего-то. В ущерб, прежде всего, детей и семьи. Почему? Потому что времени уже не хватает. Воспитывает государство. Получается, детей рожают. И, соответственно, это отвлечение, это отвлечение на это. А если бы, ну, опять-таки, я не глубокий специалист именно по Финляндии, по этим странам, но именно то, что человек хочет себе получить максимум удовольствия, вот, они в жертву приносят как раз количество детей. Потом они тоже страдают от того, что финнам все меньше финнов, больше других. Это, естественно, мировые процессы. Вина, нечего пускать всех этих других, их никто не заставляет. Иначе, иначе страна вымрет. А я все время удивлялся, зачем им то, что они платят именно пособие, лучше заплатить финну рожай или финке. А я думаю, что они им платят, говорят, но они не рожают. Вести налог на бездетность, на однодетность. Это нарушение правил человека. Ну, и в Европе тоже там не так, что с правилами. Но еще одно хочу сказать. Это, опять-таки, экономический показатель. Вообще, фонд изучения народного населения, Организации объединенных наций, еще пару лет тому назад, разработал и вывел такой коэффициент. 2,18. Хотя в разных странах это обсуждается, не все согласны. Что это означает? Это означает, что средная семья в государстве должна иметь 2,18 детей. Чтобы не 2, не 2 детей. 2, это значит, это не прибавление. 2 и 18. Но это настолько грант. Я думаю, что для нашей страны это должно быть, как минимум, 3, 3,5. Не менее. Не менее, да. Чтобы в течение 25 лет мы достигли хотя бы 200 миллионов. 210 миллионов. Нас сейчас обогнали очень многие страны. Очень, да. Да. Мы сейчас, по-моему, 6 или 7. Но по прогнозам, в 20-м или 25-м году мы будем на 14-м месте. За счет стран третьего мира. Нас Бразилия обогнала. Скоро, наверное, Японию обгонят. Хотя в Японии тоже в процессе старения тоже очень серьезные. Для нас, конечно, это катастрофа. Юль, скажи, ну вот ты опять как представитель, ну скажем, репродуктивного еще, соответственно, поколения. Слушай, ну не кажется тебе, вот, подобщись на поле Давида Ильича экономическом, что все-таки дело в экономике, что сейчас, почему еще откладывают рождение и первого, ну и второго? Потому что зарплаты такие в нашем регионе, что одному мужчине не потянуть, как раньше, что если он получает среднюю зарплату, а ты жена, сиди на печи, ну, детей воспитывай. Оба вынуждены работать изо всех сил, потому что, чтобы обеспечивать даже не то, что там ребенку 8 компьютеров и айфон, а ипотеку ту же самую тянуть. Да. Вот ты согласна с этим? На самом деле согласна полностью, но есть опять же нюансы. Кто-то скажет, ну типа, если нет денег, да, там, ну не надо рожать. Ну как, у нас такое есть, да? Есть агрессивный тоже настрой, да? Нищету разводить не надо. То есть это тоже, есть правильный момент, страны третьего мира, слушайте, они живут хуже. Намного. Я, конечно, извиняюсь, но там с водой даже проблемы. Понятна выживаемость. То есть с другой стороны, ну если сравнивать, да, в Африке дети голодают, это по факту. Да. И у нас, ну да, есть и много за чертой бедности, да, но в сравнении можем рожать. Тут уже другие факторы. Если... А опять все тот же, про который я вам говорила. Женщина, да, женщина, мужчина, подождите, вот они оба, допустим, слава богу, есть и работали. Работали, все решили. Ну сейчас ребенка. Тут надо как-то обсуждать. То есть ребенок в Ясли, опять же, в Финляндии с трех месяцев можно ребенка, мне кажется, отдать в Ясли. А у нас за трех лет почти не принимают. А у нас, если бы такое было, осуждало общество. У нас бы это осуждало. Думаешь, в этом тоже? Конечно. У нас не принято это, чтобы женщина, да, в три месяца ребенка отдала в Ясли и пошла работать. Что ты забыла? Ну это было? Да потому что не берут. Это было? Сейчас нет. Опять же, по поводу детей, извините, я вас перебью. Хорошо, хорошо. Не забываем, что дети, мы все подвержены виртуальному миру. Вот эта вся информация, что наши дети... Информация о чем? Да, о чем угодно. Я же мать, а ребенок должен так. Дети попадают под какое-то вот эти все сообщества. У нас еще не умеют, мне так кажется, анализировать. Вот анализировать вот эту информацию. А как ты влияет на рождаемость? На решение женщины я не буду второго. Ну как я не буду второго? Почему? Потому что я хочу работать или мне хватит, и вообще мне нужно полностью посвятить себе жизни этому единственному ребенку. Все, она в копание. То есть одному ребенку или опять-таки я все съезжаю на это? Это общество потребления, когда она говорит с мужем. Даже у них, допустим, нет ипотеки, если допустим. То есть у них не критично. Говорит, давай второго. Или она говорит. Говорит, ну подожди, дорогая, сейчас мы все-таки пусть принесем ваш доход, мы можем себе позволить раз в году в Хургаду бюджетно слетать. Словно говоря, не важно, в Турцию, не на Флориду, не на Флориду. Короче, а вот если второй будет, мы уже не сможем. Мы, в лучшем случае, сможем только на дачу по Тулу съездить. То есть люди не хотят от этого отказываться. Они, соответственно... Мне кажется, мы не поздно семьи. Потому что я сколько знаю семьи... Согласны? Если не согласны, так скажи. Нет, у меня есть примеры, когда вот трое детей... У меня тоже такие есть. Нет, и они как-то молча ездят в Крым или куда-то там, какая там Хургада. Они даже про это не думают. Вот они живут вот своим вот этим миром и не выглядывают за горизонт. Но есть же и те, у меня тоже, которые вполне даже очень беспечны. А у них один. Женщина либо говорит, я опять не хочу пережить весь этот ужас родов, хотя... Вот, так, стоп. А сейчас... Нет, не потому что ее муж определил самому роду. Нет, нет. Муж там делал все, что можно, в самый лучший. Просто она не хочет. Вот это психологическое состояние. Я искурсую фигуру. Вот это опять же состояние. Если она тяжело... Вот мы говорим сейчас про психику, да? Если она тяжело пережила, были какие-то послеродовые... Были. Как в начале... Так, понятно, она не хочет, потому что у нас нету поддержки. Я знаю, что многих родов... А если есть? Какая? А если все-таки... Вот какая поддержка, мой женщина? Как скажу, все-таки такой некий... Все-таки у меня есть такое предположение, я не женщину, эгоизм. Я не хочу просто второй раз мне носить 9 месяцев. Я не хочу портить дату по фигуре. Я не хочу портить... У меня могут посыпаться зубы в тот час. Я не хочу, чтобы мне там поредели волосы и так далее. Это реально серьезный удар по женскому организму. Я не хочу. Я родила одного, теперь я хочу заниматься собой, фитнес и так далее. Это он по дому, просто пожить для себя. Вот одного есть. Я не хочу. Потому что, говоря о менталитете общества, в прежние времена муж был... Ты что, кто тебя спрашивает? Рожай. Ну так же было, правильно? Да, даже не спрашивают вообще. Там же тоже женщины, понятно, сыпятся волосы, но не спрашивают тоже. Это изменение менталитета общества. Общество, опять-таки, потребление. Жизнь, как Довит Ильич сказал, в удовольствие. Мы тоже от этого вкусили. Слушайте, денег нет, чтобы в удовольствие жить. Мы только сейчас говорим, что у нас экономические проблемы. Какое удовольствие? Ты сама же сказала, что в Черной Африке вообще, по сравнению с этим, в нищете, а мы уже от этого уровня не хотим отказываться. Когда, как я сказал, можно двух, ну да в кургану не поедем. Так есть семейная терапия, когда если конфликт, что муж действительно хочет ребенка, а жена сопротивляется... И наоборот. Значит, приходит к терапии и выясняется, почему. Находится вот эта, действительно, эта проблема, да, вот физического характера. Есть женщины, которые, несмотря на, может быть, вот я ошибаюсь, рожают даже несмотря на риск для здоровья. Есть, все это есть. Так и есть те, которые не хотят рожать, ну, извините за фигуру, но это тоже единицы. Мы говорим про общую проблему. Господа, вот еще один такой момент, у нас программа подходит к концу, тоже интересно всех ваших мнений. Рожать надо. Это я не спорю. Рожать надо. Но не кажется ли, что еще одной причиной является кризис института брака? Когда сейчас статистику опубликовывают, каждый уже второй брак распадается. Я когда узнал, я, знаете, так, я знал, что у нас проблемы, но я думал, может, там, короче, четвертый, короче, пятый. Каждый второй брак распадается. И, соответственно, какие дети, когда они почти развелись или развелись, ну, естественно, ну, мужчины, в принципе, у нас и не принято, как там, только Филипп Киркорп, можете такое позволить, от некого родить и так далее. А женщина тем более, потому что какой, она одна с ребенком, от кого-то второго, у нее нет мужа, то есть в этом тоже. Если была бы поддержка, вот сейчас я говорю по поводу поддержки различных институтов, да, Если была бы поддержка, то? Если женщина делает карьеру, она действительно может родить для себя. Вот просто я хочу себе ребенка. Одного? Да хоть двух она может родить. Вот опять же, как Филипп Киркорп, это у нас мужчина, а есть женщина. Филипп Киркорп миллионер. У нас мало таких женщин, которые там. Вот если была бы поддержка там садов, яслей, было, как бы, институт, школа образования нянь, да, то есть, который может позволить себе, не было бы таких проблем. Вот у нас, опять же, вот это немножко такое застойное. У нас только дети рождаются в браке, и все. И вот это все из-за того, что идет... Но ведь тяжело одно это потянуть. Так кто сказал, это вообще тяжело. Ну даже если есть детские сады, зарплаты та же самая, если средняя 30 тысяч, Вот она, что женщина за 30 тысяч работает. Вот если есть поддержка, есть поддержка, не тяжело. Можно сказать, за 30 тысяч женщина получаешь среднюю 30 тысяч по региону. Так нет поддержки, только только на 30 тысяч. Если была бы, сады, вот как все мы сказали, ты хочешь сказать, многие бы женщины одиночки даже сказали, а я вторую саду. Так тяжелее даже в браке бывают детей. Бывает. Вот. Так чем одна, она знает самостоятельно, она рассчитывает все, вот все замечательно. Она воспитывает детей, почему бы нет? Почему бы нет? А получается, из-за того, что у нас вот это наседание, что все зависит от мужчины, бедный мужчина, он сломается, вот воспитывает вот эти 5-6-7 детей, а она сидит и ничего не делает. Так где проблема? То ли она одна будет там воспитывать, потому что она может себе это позволить и защищена, то ли это будет мужчина, который будет надрываться, и у нас рушится институт брака, потому что уже все, ни на жену не хочет смотреть, ни на этих детей не хочет смотреть. И в следующем браке он не будет заводить детей, потому что у него там... Ну он надрывается, как правило, оба, опять-таки, в силу того, что оба должны работать. У нас, опять же, почему-то стало принято, что женщина, насмотревшись на вот это виртуальное все, ну как бы, да, и что вещают, я же мать, я сейчас до 3 лет, и до скольки там буду сидеть, воспитывать ребенка. Да многие не могут себе этого позволить, в том-то они бы и рады. Вот я столько знаю, что которые не могут себе позволить, она сидит, воспитывает детей, не знаю, там, куда-то они, какая хургада, вот она сидит, воспитывает, потому что она не хочет работать. Муж приносит денежку, а она сидит. Ну потому что вот она воспитывает ребенка, и я очень много знаю. Я многих знаю, как раз, которые вынуждены работать в пробе, причем, будучи далеко... Абсолютно финансового уровня, который, ну, действительно, работать надо, да, работать. И они там материнский капитал там с счастьем ждали. Извините, вот, опять же, другая история. Поэтому я считаю, что если была бы поддержка, в Европе много женщин даже обращается к ЭКО, да, вот этой процедуре, чтобы, чтобы, ЭКО, да, родить себе, вот я все, я готова, там, не знаю, 40 лет... Да, у нас средняя статистическая женщина, про пятки 30, там 32 тысячи получить, Розина, можете позволить ЭКО? Да, а почему нет? Это же дорого. Для кого? Для государства. Для государства. Сегодня у нас, на мой взгляд, достаточно отлажена система, квот, которые распределяются на нашей области. То есть, вот это не вопрос? Вот когда сейчас смотрят какая-нибудь девушка, которая хочет второго, допустим, то есть ЭКО, это не вопрос? Не вопрос. У нас есть кто по 6, по 7 раз делает ЭКО для того, чтобы, в конце концов, родить. Потому что сегодня у нас есть государственный перинатальный центр, и он получает достаточное количество квот, чтобы обеспечить. Есть частные клиники, клиника... Извините, за перебью полтора минуты, вот тоже кратко хотел вас спросить, правда ли, что на демографию еще влияет то, что здоровье женщин заметно стало хуже. Экология, неправильный образ жизни, женщины стали больше пивать и курить, извиняюсь. А мужчины что, нет? Я извиняюсь, я так вставила, а то так вы про женщин только. Я хочу раздавать и мужчины, в том числе, то есть здоровье, просто, Геннадий Алексеевич, женщин принимает. Но вообще, если нет, конечно, я могу наоборот сказать, что последние лет 10, я это четко вижу, очень большое количество женщин, про мужчин тогда помолчу, женщин занимаются фитнесом, причем на хорошем уровне, с хорошими тренерами, берут с собой детей, занимаются вместе с ними, то есть семья, можно сказать, ячейка общества состоялась. То есть вы не можете сказать, что здоровье женщин стало хуже? Нет, нет, я так не скажу. Клиники они стали, вот современные девушки. Ну, надо спросить девушек, я думаю, что они с вами не согласятся. Прекрасно, я прекрасно, очень рад, что я ошибаюсь в этом, это замечательно. Ну что ж, наш эфир подходит к концу, дорогие телезрители, мы сегодня говорили о том, в чем причина низкой рождаемости в России, по крайней мере, потому что она не такая, как хотелось бы, вот как все гости с друг другом согласились, приводили аргументы. Тут вопрос комплексный, дело не только в нежелании рожать или там в невысоких зарплатах и так далее, дело очень-очень во многом, государство тут, к сожалению, не в самом лучшем образе себя показывает. Да, вроде бы выделяет материнский капитал, но при этом женщина родила, получила деньги, а ребенка деть некуда, детский сад. Людям выделяют, как мы слышали, участок, но участок на болоте, и ничего там нельзя построить. Поэтому тут государство должно тоже предпринять огромные шаги, вот как Давид Ильич сказал, работать комплексно, наше любимое государство, тогда люди будут рожать. Это была программа «Тема дня». Всего хорошего вам, вашим детям, вообще вашим семьям. До свидания. Спасибо вам большое.